Пацаны, пацаны, смотрите, что у меня есть. РП-шка. А, РП-шка? Всё, ладно, мы тоже просто с РП-шкой, видите? Катаемся вон в багажнике. Ну у вас нормально так. А можно мне одну пару штучек, можно? А как ты положил-то, ё-моё? Недавно я пересматривал легендарное кино Бумер, пацаны, и оно просто пропитано атмосферой. А ещё недавно в Радмире в обновлении 6.8 легендарную BMW E38 обновили, обновили модельку и добавили на неё тюнинг, что мы сегодня с вами и сделаем. Мы купим эту тачку и сделаем из неё легенду из Бумера, плюс посмотрим новый тюнинг. Но, перед тем, как купить, я заметил одну интересную особенность. Мне выпали просто в автосалоне номера, орг, а цифры на бэхе, те, которые у меня в жизни 7, 5, 1. Короче, вот такое лютое совпадение, я вот угарнул с этого момента. Прямо сейчас, пацаны, покупаем чёрную бэху E38 за миллион четыреста и делаем бюджетную, но самую интересную, самую заряженную, мощную бэху. Так, и непорядок в том, что я буду это делать в скине гаишника, хотя, кстати, лицо этого гаишника похоже на лицо мента, которое было в сцене с ментами в Бумере, поэтому, в принципе, его можно оставить. Пока двигаемся на таком скинчике, в принципе, он тоже подходит под тематику и мне интересно посмотреть, что же там обновили, хотя, в принципе, я уже отсюда вижу, что моделька обновлённая. Так, нам мешает ментовская кокарда, мы немножко делаем фовчика и смотрим, что здесь. Так, слушай, здесь шильдики обновлённые, они прям 3D-шные, я точно вижу, что здесь есть обновление. Фары немножко старомодные, старенькие, но в салоне я уже вижу всякие изменения. В принципе, E38, ну прям, она легендарна, но я её почему купил в белом, я же выбирал вроде другой цвет. Привет! Короче, прыгаем в тачку и отправляемся срочно в тюнинг, смотреть, что там добавили. Блин, фары стали светить лучше, раньше не светились противотуманки, я точно помню. Да, обновили, обновили, теперь противотуманочки светятся, слушай, фары смотрятся прям хорошо. Сейчас давайте поставим вечер. Во-во-во, примерно такая атмосфера мне нужна, смотрите, да, действительно, фары обновлённые, они смотрятся офигительно. Здесь, вы знаете, чего не хватало? Ангельские глазки, типичные BMW-шные, тем более, которые ставят на эти модели. Но и сзади светятся фары тоже, как будто бы они диодные, моделька реально освежённая. Ну-ка, а давай поворотник. А он красный, это американка. Прикиньте, он красный. То есть, получается, это американская версия. Сейчас узнаем, пацаны, американская это версия или нет. Ну, смотрите, на спидометре... А чё у меня свет погас? Нормально? О, включился! И выключился. Так, это, получается, чел просто мне светит, что ли, да? А во прикол, если вырубить графику, то поворотники жёлтые. Вообще по-другому выглядит, слушай. Без графики? Ну, просто небо и земля, вы чё, гоните? Абсолютно разные машины, как так? Ладно, срочно отправляемся на СТОшку и смотрим, что же там добавили и как она вообще едет. Также эту BMW 7-ку часто использовали на всякие проекты в Лос-Анджелесе, короче говоря, не под лоурайт, а под стенс. И смотрелось это максимально офигенно, то есть и тупака Шакура вроде в такой застрелили. Короче, тачка максимально легендарная. Это не только фильм Бумер, это ещё и... Слушай, там же ещё есть рестайл и дорестайл, да? И то есть это у нас дорест, если я не ошибаюсь. Разберусь чуть попозже, потому что мне интересно посмотреть, что там по тюнингу. Добавлялся ли он? Написано было, что добавлено. Ага, здесь всё стоковое, бля, пиздец. Короче, я посмотрел, тюнинга здесь нету. Получается, смотрите, я сейчас покажу вам, в общем-то, одну вещь интересную. Смотрите, здесь написано BMW E34 и BMW E38 плюс тюнинг. То есть это BMW E38, обновлённый старый автомобиль. То есть я вижу, что он обновлён, но тюнинга здесь нету. Блин, вот это обидно, потому что я реально ожидал, что здесь будет классный тюнинг. Короче, эту модельку только обновили, я уже был готов расстроиться, но нет. Посмотрите, как она выглядела. Я включил видосы различные, она по-разному в разные времена выглядела. Посмотрите, в каком-то моменте её обновляли до, в общем-то, вот такого момента. Но там были жёлтые фары. Потом она была вот такой, но вот такой она вообще максимально страшно, конечно, выглядела. Блин, это абсолютно разные машины. Но сейчас вот даже, давайте, вот так вот она сейчас выглядит. И вот так теперь, да? Ну, это абсолютно разные машины. То есть моделька действительно обновлённая. Ну да, и фары 3D-шные внутри стали прям. Да, есть момент. А по салончику чё у нас? И ещё, смотрите, момент по салону. Здесь у нас, получается, теперь есть вот такой вот телефон с проводом, который идёт на задний ряд сидений. Здесь климат-контроль, все дела, в общем, подогрев, даже прикуриватель, климат-контроль. И запомните, как это выглядит, потому что есть момент даже... А, так и руль другой, смотри. Здесь M-овский руль вот такой. Блин, слушай, здесь салон реально другой, потому что, смотри. Вот обзор на эту машину от пацана, который был выложен 8 месяцев назад. И здесь, получается, мы видим другую, в общем-то, приборную панель, абсолютно другую. И посмотрите, важный момент внизу. Здесь нету климат-контроля, здесь нету телефона. И нету... А, нет, телефон есть, но он не так выглядит, короче. Это другая моделька, это реально другая моделька. И я не успел запечатлеть руль, он не показал. И также, смотрите, видос от Гранда, он нам сейчас покажет салон. Он вообще был красный раньше, чё, блин. Эту... И вот-вот такой руль там был. Блин, слушай, это вообще разные вещи. Чё, блин. Три... Да, смотри, здесь руль немного видно, даже форму руля. Смотри, это трижды обновлённый салон. То есть, то рест, потом дорест. И теперь это как бы вот это, рестайл, ну, с новым рулём и с новым салоном. Блин, ну, получается, сейчас она максимально имбовая. И прям лакшери даже люк есть. Нифига себе. Короче, детально мы модельку посмотрели. Действительно есть изменения, причём серьёзные. Слушай, ну рулится приятно прям. Да, я её бачком поставил в поворот, она прям хорошо заехала. У неё вот вайп теперь реально вот именно той Бэхи из фильма Бумер, она прям такая стала. Знаете, одновременно такая уже бандитская, но в ней вот есть присутствует какой-то люкс. Потому что в тех модельках присутствовал какой-то кринж, если честно. Она была слишком... Ну, давайте, для мобильной версии нормально сейчас. Лоу-полигональная, все дела. Но для компа, когда ты едешь, там, и в GTA 5 играешь, и смотришь на такой салон. Так, ладно, пропустим Калину, всё-таки у нас не такая бандитская машина, чтобы теперь нас уважали. Но мы сделаем, и нас будут уважать. Мы поставим сюда кое-какие, в общем-то, приблуды, и эта машина поедет. Но для начала нужно залететь на автошинку. Вот таким вот образом я это делаю. Блин, рулится приятно. Давайте выберем диски, потому что диски это просто 50% всего стиля машины. Либо вот эти. Они смотрятся нормально по-бандитски, такие типа бронированные, знаешь, Бэха, на простых типа штамповках. Как выглядит, погоди. Это у нас номер 26, а это у нас сток. Ну да, они лучше, чем сток, и почти такие же. Поэтому просто их, наверное, поставим. Ну, либо вот эти вот покруче прям, шестые. Блядь, что-то тяжело выбрать. 26 лучше по стилю, но радиус маленький, понимаете? А у шестых прям идеальный радиус и хороший вылет для этой тачки. Давай поставим, что они 35 тысяч стоят. А нахрена стоят? Раз, два, три, четыре. Шесть механиков сюда приехало на эту машину, пацаны. Но это BMW. К ней идут шесть механиков в комплекте. Один масло подливает, другой сразу колеса подкачивает сзади. Ебать, а то что происходит-то? А вы что, все слетели сюда? Все, все, все в автосалонах? Мы на YouTube хотим. Так, пацаны, кто из вас правильно ответит, тот получит приз 100 тысяч. Какое масло моторное? Бренд и также, ну, тип масла подливается в эту замечательную BMW 7-ку. Давайте. Лукойл получит этика. АЗС Батырева. АЗС Батырева. АЗС Батырева. Лукойл. АЗС Батырева. Ну, в принципе, вы близки, но марку-то вы не назвали. 0V40, пацаны, держу в курсе. Я бы сюда только такое закидывал, чтобы она хоть как-то еще пожила, покаталась эта машина. Алексей, ответь мне лучше. Какая лучшая АЗС-ка вообще? Да Батырева, Батырева. Уже все уже согласились. Правильно, правильно. Ну, естественно, эта машина не может не быть, ну, чтобы здесь не было черной тонировки. Да, ничего сверхъестественного мы не сделали. Ну, блин, ну извините, ну не до такой же тонировки мне двигаться на этой машине. Поэтому, как бы, черняк здесь верняк. Ставим его за 300 тысяч. Это самая дорогая деталь, которую мы поставили. И это я все купил с салона. То есть, вы понимаете, можно этот стиль просто залям себе где-нибудь, ну, спокойно вытащить на бушке. И теперь еще с обновленной моделькой. Блин, и как будто бы, смотри, с этой графикой притонированы передние фары. Хотя, если вырубить... А если вырубить, то же МБА. Даже на такой говнинной графике нормально смотрится. С тонировкой я закончил. И недавно я нашел самую нужную деталь именно для этой машины. Это вот такие вот антенны. Аперские с оперского обновления. И мы их тоже сюда поставим. Конечно говоря, может это смотреться странно. Потому что здесь уже есть антенны. Но давайте их примерим. И посмотрим, что получится. Ну и для чего я открыл багажник? Чтобы наполнить его всякими нелегальными предметами. Ну ладно, прям очень опасными. В том числе засунем туда базуку вот такую. Потом ее прикроем, типа. Там будет и мешок денег, и схрон оружия, и прочее, прочее, прочее. Потому что в фильме, когда они там открывали багажник. Ну, я думаю, вы помните эту сцену. Я решил ее немножко как бы гиперболизировать. Чтобы это смотрелось все-таки еще и угарно. Поэтому засовываем сюда базуку. Почему бы и нет? Ну, калаши, конечно, здесь тоже будут лежать, пацаны. Только они будут лежать красивенько. Вот таким вот образом переворачиваем его. И закладываем туда, прямо в багажник. Как будто он там просто валяется. И будет их там два лежать, пацаны. Так, неужели вот этот бомж подошел угрожать пистолетом? Думает, что это вообще хоть что-то. Меня испугает. У меня в багажнике базука и два калаша. А один мы вот так вот здесь вот, у кромочки багажника, вот так вот подкладываем. Потому что он, типа, у нас вот так лежит. Слушай, смотрится вообще офигенно. Давай меня в багажник, чел, пишет. Ну, в принципе, место нормальное. Он там вместится. Эй, эй, стой, блядь. Стой, папа ехал. Меня вот тачку угнали просто, блин. Что за неуважение? У меня реально, вы что, не видели, что в багажнике? Что смешного? Пиздец смешно. Блядь, а тут это что такое? Это что за... Это таблетка? Что это? Ну да, видимо. А чё она такая большая? Ладно, пускай лежит там. Я, конечно, немножко другое ожидал от этой модельки. Ну ладно, раз уж добавили, пускай валяется для вида просто, для важности, так сказать. Ебать, я имбу придумал. Я вспомнил мега всратые аватарки из ВКонтакте, где, типа, там с четырки калаш из окна торчал. А если так сделать? Не, ну погоди, ну а если так сделать? Ща, 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 пацаны, а ты такой развал будет, я никогда такого не делал. Ну погоди. Не, не тот, ну погоди, который мультик. Бля, ну вы поняли, да, чё я имел в виду? Так, ну, только приклад, чтобы не торчал вот так. И немножко развернуть. Ай-яй-яй. Ну, бля, ну съехала. Ну ладно, съехала, нормально всё равно смотрится. Хотя нет. Да нет, нормально смотрится. Это прям вообще что? Я не буду сюда принципиально весить какие-то мигалки вот эти вот оперские, но потому что эта тачка явно не метаская, она чисто бандитская. Блин. И вот даже без номеров она смотрится классно, но я поищу номера интересные. Анаконда. Не, ну реально выглядит просто развал. Ну а на заднее, пацаны, естественно, будет мешок денег, если вы не помните. В фильме Бумер как бы пацаны там грабили в конце банковское отделение, типа того, ну ёпта. Чел. Чуть не заруинил всю установку всех этих деталей. Вот РПГ в багажнике, скорее всего, у меня в голове связано с каким-то комедийным фильмом, который пародировал Бумер. Как-то он назывался, либо там со жмурками, либо как. Вот напомните, пацаны, чё-то я не помню такого, но... Запрыгивайте, бля, бандиты. Если уж ехать на такой машине куда-то, то только толпой. А, они там ещё и за место борются у калаша, я понял. Это что, с кем я еду вообще, что это за призрак, белка, шапка-ушанка, сзади бомж. На пачке денег сидит. Ну ладно, это... Бля, с калашом-то вообще как имбовы смотрится. Просто поехали в город. Блин, задняя дверь ещё не... Во, вот так вот, вот так вот просто развал. Слушай, ну это прям бандитская семёрка. Поехала в город, вот просто сотворять дела. Бля, ну а что с типом? Почему я его не вижу? Почему у меня чел-невидимка на переднем сиденье стреляет из калаша? Что это вообще? Мы вот на таком просто страшнейшем... Блин, слушай, в эту погоду нет. Я думаю, вы понимаете, в какую погоду лучше всего смотрелась бы эта машина. Вот в эту пасмурную погоду. Прям вот с атмосферой фильма Бумер, когда они там ехали по просёлочной дороге. Бля, как же это смотрится офигенно. Посмотри. Мы сейчас реально типа едем ограблять. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, автоподстава, я так понимаю. А, это ты. Это мага, это наш. Он с нами был. Я уже быкануть вышел, а ты там, это наш. Ты давай, прыгай. О, нас мага догнал. Чё он хочет? На бип-драйве, что ли, он будет ездить здесь? Ёпта. Ёпта, пацаны. А вы не ошалили на такую машину? Бля, почему я ремень-то снимаю? Что здесь происходит? Чё за движ? Там кто-то вообще стреляет по нам с херов вообще. Алё. И вот эти типы нас подрезали. И чё они хотели? И чё они хотели? Едут конвоем. Погоди, чё это такое? Чё? Ебать. О, одного прессуем. Давай, 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 давай. Это уже, блядь, это нарывается парень. Так, он сейчас выйдет, будет стрелять. Блин, ну это жёстко. Я на магу надеюсь вообще. Я на него ставку поставил. Не, ну мага перестрелял, хорош. Вот это замес у нас прям на трассе. Не, ну типы на Мерси чё... Я не знаю, чё они хотели. Два мажора. Чё они исполняли на дороге? Они прям подставились. Эта автоподстава была прям на дороге. А чё они хотели? А куда второй-то дванул? Почему он друга бросил? Ебать, братва. А чё он его бросил-то? Этот не этот? Кто? Я там забыл, кто там ехал. Мага, подлей масло всё починиться. Ща, погоди. Мага, ты сломал. Давай, давай, подливай. Она не может долго ездить без масла. Нужно срочно подлить. Льётся, льётся, парень пишет. Ладно. О, всё, нормально. Залил, спасибо огромное. Не, ну я хочу вот с таким внешним видом реально сейчас подъехать. А, да ёпта, багажник. Я хочу, чтобы на это посмотрели менты, потому что вот такая бэха не каждый день, извините, по серваку катается. Просто нереальнейший развал. Блин, как же она выглядит жёстко. И чё Стасик подъехал? Чё хочет Стасик? Чё хочет этот Стасик? Я тут фотографировал машину на память. Ой, бля, бедный Стасик. Он только подошёл к машине, не ожидал проблем таких. Он просто решил посмотреть, что... Бля, как она выглядит. Не, ну это крышесносная реально машина. Давай, давай, езжай, бля. Тут фотографирую, фотосессия красивой машины. Все дела на фоне хрущёвочки. Вот такая вот она вся смотрится из себя. Вообще имба. О, типы ждали, ждали, пока я нафотографирую. Настоящие бандиты не ждут фотографа, как говорится. Прыгайте. Ой-ой-ой, чел, смотрите, на ламбе подъехать. Решил посмотреть, что ты здесь задвижешь вообще. А как нету? А чё, не садится? Реально из-за мешка денег? Ха! Реально, прикиньте, мешок денег занимает место пассажирское. Придётся уехать, оставить. Ну там чел на Мерси вообще братка оставил. А тут мы просто оставляем часового в городе, чтобы смотрел, чтобы здесь всякие суетуни наводили. Так, объезжаем этот перекрёсток нахрен. А это Стасик, что ли? А, нет, это другой уже его, видимо, корешк летает. Мне кажется, идеальным местом подвезти такую Бэху будет, конечно же, полицейский участок. Ой-ой-ой. Это моя машина. Там конвой Томаева едет с БМВ. Пацаны, пацаны, смотрите, что у меня есть. Мы не мешаем с РПшки, ну ё-моё. Подождите, ребят, РПшка. А, РПшка? Всё, ладно, мы тоже просто с РПшкой, видите? Катаемся в багажнике. Ну у вас нормально так. А можно мне одну пару штучек, можно? Так это вот, я у вас и украл, я и спрашиваю. Нормально, нет дела там вообще. Нормально, нормально, можете ехать. Спасибо, да, мы поехали, там ещё пару таких лопнем. Складов у вас. А как ты положил-то, ё-моё? Так подъехал к полицейскому участку, вытащил. Генерал мне там вынес через чёрный вход, я денег ему дал. Лёха, Лёха, здорово, Лёха. Здорово. Видосик, видосик, нет? Конечно, конечно, ездим, он. Видели аватарку в 2011-м калаш вот из окна? Может помнит кто? Не, не. Не, блядь. Всем подписчикам привет. А чё? Всё, всем удачи, давай. Не, я бандит. Давайте, пойдём РПшку играть. Давайте, пацаны, играйте РПшку. Блин, пацаны красавчики вообще, менты красавчики. Но они подыграли и сами пошли РПшку гонять. О-а-а-а. Чё-то они мне там, походу, это Нола подлили из томаевской машины, потому что чё, как она поехала вообще. Вот это уже другой разговор, чуть работягу не снес. Не, ну здесь только остаётся реально заехать на заправочку, разбить банку молока трёхлитровую и заканчивать. О, ещё один, ну-ка давайте реакцию. Бесплатные калаши, РПГ, бери чё хочешь. Вон, в багажнике лежит, смотри. Нихуя. Ага. А чё пойдём там, э? Почём? Бесплатно, бесплатно раздаём, раздача. Так, 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 всё возьму, погоди. За 300 робуксов или за 300 гемов могу отдать. Ну, за голду в стендов ещё могу. О, расхват. О, хорош. Нормально. Один забрал. Ну всё, я поехал, ещё бомжам на респе раздам, сейчас будете мочить берега. Давай, давай. Не, ну реально, мега адекват ещё попались, красавчики. Слушай, я тут змейку исполняю, смотри, чё на этой бэхе несчастный. Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой. Блин, ну это мега стильная машина, реально. Все её пропустили, а её обновили. Причём обновляли её трижды. И этот самый удачный вариант, как мне кажется. Поэтому эта серия подходит к концу, пацаны. Кому интересна такая тачка, естественно, рекомендую брать, потому что сейчас она выглядит в максимальнейшем стиле. Поэтому увидимся в следующем видео. Не забывайте про промокод TAX, который работает на первом, втором и девятнадцатых серверах. Увидимся там. До скорых встреч, пока. До скорых встреч, пока.